Привет, ты на канале Трипл Вайп, а это рубрика «Что было раньше», которую я задумал как такой себе альманах истории Дестани. Каждый месяц мы будем оглядываться назад и вспоминать, чем он запомнился игрокам Дестани за долгие годы её существования. В этом выпуске поговорим о возвращении легендарного рейда «Хрустальный чертог» в Дестани 2 из Дестани 1, вспомним одну из самых запоминающихся миссий «Час испытаний» на винтовку «Идеальная эпидемия», дополнение «Военный разум» для второй части и «Хаос оф Вулс» для первой, а также посмотрим на анонсирующие кадры до релизной первой Дестани. Но прежде чем мы перевернем очередную страницу календаря, напомню, что помимо видосов на основном канале, я веду телеграм-канал, в котором делюсь и обсуждаю новости и рассказываю о важных обновлениях. А еще есть блог на Бусти, подписавшись на который, вы буквально даете мне возможность продолжать развивать канал в обмен на эксклюзивные гайды, статьи о сюжете игры, утечках и всем самым горячим. Все ссылки будут в описании к видео. Спонсор сегодняшнего видео – проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на Dwing есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVipe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Возвращаемся на год назад, мая 2022. На этот месяц пришли события сразу двух сезонов, поскольку произошел переход от сезона Возрождения к сезону Введения. На самом деле контент тех сезонов в памяти еще довольно свеж, так что надолго задерживаться тут не стану. Лишь напомню, что возвращение на локацию Левиафан в сезоне Введения стало таким первым вестником возвращения старых локаций из хранилища контента в рамках сезонных активностей. Сейчас вот на таких же условиях вернули Титан, вернут возможно и другие планеты. В общем, если помним, тот сезон меня знатно так разочаровал и деморализовал, настолько, что я все лето до конца августа в игру и не заходил. А мы переходим к маю 2021 года. Сезон Сплайсер запомнился игрокам и любопытной сюжетной историей, ведь мы наконец одолели еще одного важного антагониста, Кьюрию, одержимый разум вексов. Именно она была ответственна за цикл временной петли проклятия города грез, хотя сама и не обладала непосредственной силой к обращению. А также с ее помощью было наложено другое проклятие, Вечной Ночи, на Последний Город. Победа над Кьюрией помогла расчистить небо над нашим городом, но вот проклятие города грез все еще действует. Еще одним важным событием для игроков Destiny в сезоне Сплайсер стало введение функции трансмога, то есть преобразование внешнего вида брони в орнамент. Это открыло поистине безграничные возможности для самовыражения игроков через внешний вид своих стражей. Банжи, да и само комьюнити не раз устраивали конкурсы в стиле модного приговора, который награждал самых модных охотников, варлоков и титанов. Но куда более значимым событием в 14 сезоне стало возвращение из первой части во вторую рейда Хрустальный чертог, он же World of Glass. Для серии Destiny он имеет поистине определяющее значение, поскольку это был вообще самый первый рейд в серии игр. Так что игроки-ветераны с трепетом ожидали правильного переноса, хотя и надежда на то, чтобы механики рейда как-то обновились и получили свежий геймплей, тоже была важной частью этого ожидания. Любопытство добавляло еще и то, что события рейда разворачивались на Венере, планеты, которой нет в Destiny 2 и которую вообще со времен первой части мы как-то игнорируем в истории. Так что даже тот небольшой участок тропических зарослей, что достался игрокам в итоге, было приятно потоптать и изучить. Сам рейд тоже был принят довольно тепло, как опытными игроками, которые видели его еще в первозданном виде в Destiny 1, так и новыми игроками. Изменения механик оказались достаточно лояльными и не перегнули сложность, чтобы не отпугнуть игроков, что было важно, ведь рейд доступен всем игрокам бесплатно. Ну а опытные команды стражей рейд привлекал отменным лутом и новым редким экзотиком, мифоборцем вексов, винтовки, о которой можно было буквально снимать отдельный фильм. Настолько это культовое оружие для сообщества Destiny. О, май 2020 года — это сезон величия, и его грандиозная миссия — объединить подсистемы военного Иера с Путин для того, чтобы он помог уничтожить несущийся на последний город флагман Красного Легиона. Сам геймплей сезона нельзя назвать чем-то выдающимся, разве что было любопытно поползать в шахтах подземных комплексов и на Луне, и о Земле, и обнаружить в них древние артефакты. Например, дробовик Лож Фелл Винтера — оружие одного из самых известных железных лордов. Дробовик стал метой для PvP-нагибал на долгие месяцы, да и до сих пор встречается в Гарниле, настолько уж он был хорош. Но еще лучше был квест на него, а точнее невероятный неуклюжести баг, который допустили разработчики. Дело в том, что сам квест был завязан на таймгейте, то есть его нельзя было просто так взять и выполнить, требовалось выполнять шаги поручения из недели к неделе. Так вот, когда сообщество добралось до финального этапа квеста и было уже готово получить награду, мы отправились в бункер на Луне, а его двери были заперты. Конечно, первая мысль, которая пришла в голову игрокам — дело в загадках, и стримеры принялись искать подсказки, ответы для того, чтобы решить очередной хитрый пазл от Банжи. Что греха таить, такие ребусы нам и правда любимы, так что процесс мог и вправду оказаться интересным, если бы не одно «но». Субтитры сделал DimaTorzok 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 Крючок на ностальгию Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Максимум втроём Но вот чтобы закрыть успешно Все семь волн активности Нужно было как раз больше людей Вот и танцевали на Марсе с бубнами Залетая туда-сюда В надежде найти заполненное лобби Или нацепить на себя друзей Оказавшихся в одной зоне Да, неприятные воспоминания Но в целом повторюсь Дополнение позволило перевести дух И спокойно ждать отвергнутых Которые уже изменили игру до неузнаваемости 19 мая 2017 года миру был впервые представлен геймплейный ролик Destiny 2. Что сказать, Банжи собрали полсообщества неподалеку от своего офиса и провели масштабную презентацию. Мы же смотрели ее на прямой трансляции в одном из московских баров. Блин, напишите в комментариях, если кто-то был там в тот вечер. Эмоции валили через край. И пускай я видел некоторые детали до презентации, все равно трейлер и геймплей тогда порвал в клочья. Я с жадностью смотрел на кадры с первой миссии Красной войны, в которой мы уничтожаем отряды Кабал, напавшие на последний город. Помогали нам в этом завала и Икора, что тоже тогда порадовало. Я помню, что ожидал, что сюжетные миссии часто будут добавлять таких союзников NPC. По факту, сейчас у нас миссии вместе с каким-нибудь Вороном. Это когда игрок стреляет, а Ворон что-то там по радиосвязи нам говорит. Такой уж контент. Но о чем это я? Джонни Лейни из 2017-го все равно понравилось увиденное, и я тогда с нетерпением ждал бетки и релиза. Хотя в видосе с впечатлениями высказывал некоторые опасения. Забавно, что я тогда говорил о том, что Destiny 2 не сильно визуально отличается от Destiny 1. Хотя, как потом оказалось, это стало довольно критичным отличием не в пользу сиквела. В итоге, я безумно жду, конечно, эту игру. Я ужасно соскучился по чувству неизведанного, по чувству, когда дропы заставляют изучить себя, прежде чем быть просто разобранным. Мне не терпится проходить сюжетку вместе с вами, не терпится тестить PvP-баланс и находить применение новым сап-классом. Май 16-го года в Destiny 1 был удивительно тихим. Не знаю, как много из вас играли тогда в игру. Опять же, напишите в комментариях, буду рад увидеть кого-нибудь из бывалых. Так вот, месяц был тихий. Однако, одна интересная редаль все же есть, о которой стоит вспомнить. Апрельский патч. Не просто патч, а по сути, такое теневое дополнение. Сейчас мы бы назвали это сезоном. Но в Destiny 1 не было сезонной модели обновлений. Были DLC раз в год и все. Потом их просто патчили, периодически обновляли песочницу и запускали ивенты. Однако, весна 16-го отличается, поскольку месяцем ранее, в апреле, банджи выкатили патч, добавляющий в игру новый контент. Патч был бесплатным. За него не нужно было доплачивать тем, кто приобрел дополнение, вышедшее годом ранее, The Taking King. И да, релиз состоялся в апреле, а не в мае, которому посвящен этот ролик. Но в апрельском видосе, что было раньше, я не зарывался до 16-го года. Да и потом, как раз таки, именно контент этого апрельского патча мы и продолжали осваивать в мае. У патча была даже небольшая сюжетная арка. Стражам нужно было остановить сына Саватун, Малака, который после гибели короля Орикса претендовал на трон и силу одержимых. Собственно, тот сюжетный квест и назывался Претендент на трон. Мы остановили Малака в рамках буквально пары миссий и не допустили появления нового корабля, а в награду получили шлем на охотника Капюшон Малака. Вообще, то дополнение было пропитано эстетикой одержимых. В игру добавили броню, которая заставляла Стража выглядеть как одержимый. Забавно, что в нашем текущем сезоне Глубина опять-таки мы получили одержимые пушки. Было бы здорово и орнаменты на броню аналогичные получить, конечно, но нет. Некоторые страйки тоже обновили в соответствующей тематике. Например, Страйк Винтерс Ран с Венеры. Главный босс налета стал одержимым, а всю локацию заполонили блайты. Среди наград, кстати, был Тейкен Меч. Еще в том обновлении внесли череду приятных изменений в активности Тюрьма Стрейшн. Это такая арена на троих человек. И добавили эксклюзивный экзот для игроков на Плейстейшн. Снайперскую винтовку The Meteor. Да-да, прикиньте, эксклюзивный экзот только для игроков на одной платформе. Жесть, сейчас бы бугурт поднялся по этому поводу, но тогда это не было чем-то особенным. И в принципе, игрокам был понятен такой ход. Эксклюзивные соглашения с Сони не были чем-то необычным. Пятнадцатый год. Ух, как далеко мы добираемся. Настолько далеко, что в мае пятнадцатого года мой канал Triple Vibe еще не существовал. Однако, конечно, в игру я играл. Так что вспомнить, что там было, труда почти не составит. По крайней мере, со шпаргалкой. Девятнадцатого мая пятнадцатого года в игре состоялся релиз второго дополнения House of Wolves. Дом волков. Для многих оно считается неоднозначным. В первую очередь, из-за того, что в нем не было в игру добавлено рейда. Вместо него представлен первый аналог активности с подбором игроков и рандомной ротацией арен. Тюрьма Старейшн. О которой я уже в этом ролике упоминал. Арена представляла собой череду залов, в которой можно было выполнять разные простые задания. Захватывать зоны, обезвреживать бомбы или уничтожать важную цель. После каждой комнаты команда возвращалась в центральный эйрлок и ждала, когда Варикс скомандует открыть новую зону. А после успешного завершения всех заданий, нам открывался ход в сокровищницу, усыпанную золотом с сундуками и ценными наградами. Да, сейчас это звучит как еще одна из активностей. И даже если бы ее сейчас в первозданном виде вернули в Destiny 2, скорее всего она бы была встречена ничуть не отлично от сезонных активностей. Но тогда это был единственным в своем роде режим. Кто помнит походы на Сколосов с Солар Модом? Ставь лайк и вытирай ностальгическую слезу. Кроме тюрьмы, игрокам в дополнение House of Wolves был представлен важнейший ПВП режим Испытание Осириса. Да-да, сейчас у нас отношения с этим режимом, ну прямо скажем, не лучшие. Но в 2015 году в режим играла добрая половина сообщества. Все старались добраться до заветной награды, долететь на маяк, открыть сундук с особыми наградами, получить невероятно стильные сеты и посмотреть на скрытую локацию, в которой существовал таинственный культ Осириса. Я помню, как мы травили байки про Осириса, который жил тут, ставил эксперименты с Вексами, в ходе которых якобы и погиб. Ну, мы тогда так правда считали, да. Про испытания Осириса тех лет я мог бы много говорить. Воспринимался режим совсем иначе, и с ним связано скорее больше хороших воспоминаний, чем нервных вечеров. Не припомню, чтобы тогда этот режим так же боялись, как боятся его многие сейчас. Сюжет же дополнения повествовал о восстании Дома Волков, клана падших, обернувшегося против королевы Рифа Марысов. Озлобленная предательством королева объявляла охоту на пособников предателей, и стражи отправлялись на преследование самых опасных из них. История вся вместилась в шесть миссий, которые, однако, довольно запоминающиеся. А еще мне очень нравилась музыка, написанная для этого дополнения. Эх, вот бы продолжить прохождение оригинальной игры на канале, да? В мае 2014 года игра еще не вышла. Даже альфа-доступ откроется лишь летом. Но разработчики делились активно анонсами, подробностями по игре. Например, 3 мая показали первые геймплейные кадры из налета Логова Дьяволов, в котором нам нужно было остановить гигантского прислужника падших Сепикса Прайма. Геймплей, конечно, выглядит совсем не таким, каким мы его знаем сейчас. Медленный, размеренный и такой, знаете, тягуче-тяжелый. Видно, что многие противники даже с красной полосой здоровья убиваются сложнее, чем ты ожидаешь. В общем-то, даже и в финальной, и в текущей версии первой части геймплей отчасти такими и остался. Из-за куда более ограниченного набора инструментов для создания билдов, да и всех ключевых изменений в песочнице, конечно, тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Призы, вроде Револьвера Последнее Слово или Оболочки Призрака, так что поспеши. На этом пока все, спасибо за просмотр и всего хорошего и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok